всем огромный огромный привет спасибо что заглянули ко мне на кухню давайте приготовим мое самое любимое блюдо я думаю ваше это фаршированные перцы сегодня они у нас будут очень вкусные и полезные потому что будут без пережарки да такие можно сделать попробуйте сделать по этому рецепту и вам очень понравится я вам обещаю что понадобится для этого рецепта сами перцы я их уже помыла вырезала всю серединку отрезала где нужно отрезать если где были перчики подпорчены это в принципе ничего страшного какие то вот так отрезала какие то вот так прямо отрезала у меня при перчики небольшие такие некрупные понадобится фарш морковка лук рис вот такой красивый чесночок немного свежей вкусной ароматной зелени все остальные ингредиенты найдете внизу под видео обязательно переходите читаете смотрите там еще много интересной информации а мы начинаем готовить все делается очень просто быстро легко одну маленькую морковку на трубу сюда к фаршу я буду тереть на мелкой терке сюда же тру луковицу лук можно пропустить в принципе вместе с фаршем через мясорубку у меня фарш для перца будет использоваться говяжий сюда же тру лук в принципе можно мелко порезать тоже будет вкусно но я хочу именно так сюда же фарш отправляем мелко нарезанный укроп и хорошо промытый рис обязательно по вкусу все солим и добавляем любимые приправы и специи можно добавить зиру она очень хорошо сочетается с рисом и говядиной все хорошо хорошо перемешиваем вымешиваем однородный фарш я фарш еще буду добавлять немного воды так как рис у меня сырой не отварной надо добавить немножко водички тогда перчиках будет такой соус очень вкусный фарш не будет сухой и рис у нас протомиться я всегда делаю ирис предварительно не отвариваю не замачиваю получается всегда очень вкусно рис получается не водянистый просто попробуйте так сделать все вымешиваем до однородной массы обязательно немножко попробуйте и проверьте на соль фарш абсолютно готов посмотрите какой он красивый и однородный что я делаю дальше беру хорошую глубокую сковородку у меня оставался небольшой такой качанчик капусты я чтобы он не пропал нарезала его на дно сковородки вот так распределю не обязательно мелко капуста не даст перцу пригореть и получится очень вкусный соус вот просто попробуйте сделать так на дно выложив капусту теперь фаршируем перчик поплотнее вот так укладываем и отправляю в сковородку тоже берем и просто складываю в сковородку вот такой перчик красивый получается теперь делаем заливку для наших перчиков и помним ничего не пережариваем в какую-нибудь глубокую емкость отправляем мякоть помидоров можно натереть помидорки самой немного водички все перемешиваю так хорошо по вкусу подсаливаем добавляю черный молотый перец мелко нарезанную кинзу кто кинзу не любит пожалуйста используйте другую зелень или сушеные травы и на мелкой терке тру 3 зубчика чеснока можно выдавить через пресс пожалуйста кому как удобней мне удобнее сделать так натереть на терочку и добавляю пару столовых ложек сметаны у меня сметана десятипроцентная все хорошо перемешиваем и наша заливка готова попробуйте сделать именно так с кинзой аромат просто восхитительный аккуратно заливаем наши перцы так можно что в серединку перчика тоже попало дам перцу закипеть накрываю крышкой так вот красиво кипит перчик он уже практически готов обязательно попробуйте возьмите вот чуть-чуть я никогда не стесняюсь вот беру чуть-чуть сверху пробую приготовился рис очень вкусная посмотрите какая получилась подливка подливка получилось просто необыкновенная за счет кинзы и за счет вот того кусочка небольшого капусточки который был попробуйте так сделать прям порезать на дно перчика совсем немного грамм 100 капусты обычной вот так я еще поливаю время от времени чтобы не фарш не рис не был сухой сейчас буквально пять минут и все уже готово я в принципе люблю когда у меня перчик прям подольше так тушится поэтому я его держала 40 минут и потом еще где-то минут 30-40 под крышкой томила на маленьком огоньке но мне так больше нравится вы же свой перчик готовьте до полной готовности и обязательно пробуйте посмотрите какая подливка ну и вот такой получается перчик настоящая вкуснятинка пробуйте фаршируйте по этому рецепту перец не надо отдельно ничего пережаривать перетушивать ужаривать получается очень вкусная насыщенная подливка и сам перчик готовится тоже быстро и просто никакой рис дополнительно отваривать не надо рис получается очень вкусный и вполне проваренный полностью до конца и вот я разрезала показать какой перчик в серединке что рис полностью приготовился и получилось очень вкусно попробуйте готовить именно без заморочек по этому рецепту я верю что у вас все получится кому понравился рецепт подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые интересные видео также готовьте вместе со мной просто и легко из простых доступных продуктов всем огромное спасибо спасибо кто меня поддерживает до свидания и до нового рецепта